Эфир телеканала ННТ продолжают новости Дагестан в студии Зуфра Алиева. Здравствуйте! И вот о чем мы расскажем в выпуске. Когда свои дороги, покупаем чужие. В Дагестан из Турции завезли 19 тонн столовых яиц. Новый авиарейс свяжет Махачкалу и Череповец. Самолет из Вологодской области в Дагестан будет летать каждый четверг. Новый год – новые жизни. 8 девочек и 13 мальчиков родились в Дагестане в новогоднюю ночь. 21 авария произошла в Дагестане с начала нового года, сообщает Госавтоинспекция региона. В результате ДТП погибли 6 человек, а травмы различной степени тяжести получили еще 27. По прогнозам синоптиков, в течение этой недели нас ожидают туман, дожди, мокрый снег и местами сильный ветер. Из-за ухудшения погодных условий и в целом сложной ситуации на дорогах республики, ГИБДД обращается к автовладельцам с просьбой соблюдать правила дорожного движения. А именно, не выезжать на летней резине или в состоянии алкогольного опьянения. С начала года инспекторы ДПС уже отстранили от управления транспортными средствами более 80 водителей. Более 19 тонн турецких столовых яиц прибыло в Россию через госграницу Яра-Казмоляр в Макарамкенском районе. Воз этого продукта питания в нашу страну проконтролировал Россельхознадзор республики. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. Отметим, что ранее в страну поступило 72 тонны куриных яиц из Азербайджана. Они будут реализованы не только по Дагестану, но и другим российским субъектам. При ввозе проводился отбор проб для обеспечения качества и безопасности пищевой продукции. Импортные яйца завезены в страну на фоне дефицита и подорожания данного товара, на что неоднократно жаловались жители разных регионов. Новый авиарейс свяжет Махачкалу и Череповец. Маршрут будет доступен с 30 мая этого года. Самолет из Вологодской области в Дагестан будет летать каждый четверг. Такое решение было принято после многочисленных просьб пассажиров, сообщает администрация Череповца. Новое сообщение обеспечит удобное и быстрое соединение между двумя городами, что в частности может повлиять и на развитие туризма в регионе. Сейчас прервемся на краткий обзор новостей в рубрике Дагест, затем продолжим. Не переключайтесь. 21 младенец родился в Дагестане в новогоднюю ночь. 8 девочек и 13 мальчиков. Об этом сообщает Минздрав Республики. В ведомстве отметили, что в празднике медицинские работники находились на своих рабочих местах. Особенно это касалось разильных домов, ведь календарное начало никак не влияет на появление на свет малышей. Грузовой поезд насмерть сбил 69-летнюю женщину между станциями Дагестанские окни Мамиткова. Причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Сейчас правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего. В Дагестане безработных стало меньше. В 2023 году их численность снизилась на 18%. Общее количество незанятых граждан в республике сейчас составляет около 14 тысяч человек. А в 2022 году этот показатель достигал 17 тысяч человек. Шестерых детей спасли пожарные из горящего дома в поселке Юбилейный в пригороде Кизляра. Всего огнем было охвачено около 150 квадратных метров. Помимо этого было эвакуировано и четверо взрослых. К счастью, обошлось без жертв. Всего в тушении были задействованы 27 специалистов и 7 единиц техники, сообщает МЧС России. В конференц-зале Муфтията Республики состоялась встреча с делегацией из Хасавюрта. Помимо духовного лидера республики, шейха Ахмада Фанди, участие в ней также приняли общественники и аксакалы. После небольшого отчета о проделанной работе за предыдущий год, сотрудники Муфтията упомянули и о проблемах, с которыми они сталкиваются на местах. На самом деле, до меня, которые были, и мамы тоже сделали огромную работу, чтобы объединить их на одно время, так как обычные люди даже обвиняют нас. Неужели нельзя объединиться в адваку одного времени намаза? Старался, сделал все возможное, но никак эту проблему решить еще не смог. Пожалуйста, вот Руздама, докажите, что вот это время неправильно, мы исправим, что нужно. И еще 100% дальше мы работу делали. Вы тоже по этому поводу не спорьте. Затронули также темы спорта, нравственности и взаимоотношений. Это чата сестра, чата жена, чата дочь. Если вы ее не можете представить как своя родная сестра, не разговаривайте с ней. Особенно в исламской работе. В Махачкале в мечети имени Займнулы Шарифи прошло мероприятие для выходцев из Цумадинского района. На мероприятие выступили с проповедями ученые и богословы со всего Дагестана. Участники исполнили нашиды, а приготовленные организаторами путевки на Малый Хадж и другие ценные призы были разыграны в ходе жеребьевки. Мажлис посетило около 2000 человек. Были не только выходцы Цумадинского района, но и все желающие посетить духовно-просветительское мероприятие. Задача фонда состоит не только в том, чтобы помочь, но в то же время и предоставить площадку для любого человека быть полезным обществу, быть благотворителем. Даже 10-100 рублей, когда человек отправляет помощь, он становится участником большого дела, большого добра. Некоторые люди, бывает, разные распространяют, разные распространяют из-за того, что идеологически им не подходят представители муфтията. Дай Аллах нам кауфик, как здесь уже Мурат Хаджи говорил, я чекал наши семья, имам, районный представитель, чтобы мы друг друга уважали, слышали, слушали. Каждый Цумадин, из которого я знал, встретился, с которым я его запомнил, только с лучшей и с хорошей стороны. Юные дагестанские футболисты выиграли всероссийский турнир в Подмосковье. Соревнования среди игроков 2014 года рождения проходили в городе Балашиха. Воспитанники спортшколы Александра Маркарова на пути к финалу одержали три победы. В решающем матче команда Гаджимурада Абушева превзошла сборную города Москвы со счетом 3-0. По итогам турнира трое наших футболистов – Абубакр Курбанов, Джамал Магомедов и Фатали Фаталиев – стали лучшими игроками в своих номинациях. Смотрите нас также на нашем телеграм-канале. А у меня на этом все. Добрых вам новостей и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин